Здравствуйте, друзья! Представлюсь для начала. Зовут меня Галина Хомчик. Я, ну вот как принято называть, бард или исполнитель, бардовской или авторской песни. Занимаюсь этим практически всю свою сознательную жизнь. Я заслуженный работник культуры Российской Федерации, член жюри Грушинского фестиваля на протяжении многих-многих лет и член жюри Ильменского, моего любимого фестиваля. На Ильменском мне даже довелось несколько раз быть председателем жюри. А еще я постоянный участник тематической смены фонда Олега Митяева «Мировые песни в Артеке» и фестиваля с одноименным названием. К сожалению, в этом году эти два прекрасных мероприятия не могут пройти очно. Но, тем не менее, фонд Олега Митяева провел, как и ежегодно, отбор участников для этой тематической смены и фестиваля «Мировые песни в Артеке». Участников в этом году, общее количество участников, было более 400 человек из 49 регионов России, городов, вернее, России и стран ближнего зарубежья. Отбор прошли 100 человек, 100 ребят. И у них будет возможность, теперь, правда, уже в 2021 году, приехать в Артек для участия в тематической смене «Мировые песни», которую организует фонд Олега Митяева в Артеке. Простите меня, может быть, я буду говорить немножко сбивчиво, но для меня вообще очень непривычный формат вот такого вот онлайн-концерта. Я вам больше скажу, это эксклюзивный концерт, потому что никогда еще я не записывала полноформатный онлайн-концерт без участия зрителей. Я могу только представить себе, что вы сейчас на меня смотрите и волнуюсь, на самом деле, гораздо больше, чем я волнуюсь на своих обычных концертах. Совершенно непривычный для меня формат, поскольку жанр авторской песни и мои концерты предполагают абсолютно живое, вот такое бурное, можно сказать, общение исполнителя и зрителей. Зрители подпевают, зрители пишут записки, я на них отвечаю, я что-то пою вместе с ними. В общем, вот этот формат для меня привычен. А такой онлайн-концерт куда-то там в пустоту – первый раз. В общем, концерт абсолютно эксклюзивный. Я такого еще не делала никогда. Да, наверное, бы и не решилась на это, если бы не вот этот благородный повод поучаствовать хотя бы онлайн в мероприятиях фонда Олега Митяева «Мировые песни в Артеке». Пусть, пусть виртуально. На будущий год, надеюсь, встретимся в реальности. Должна сказать, что этот концерт, я надеюсь, смогут посмотреть дети, которые, жители Крыма, которые сейчас в Артеке отдыхают. И очень хочется верить в то, что это увидят те самые сто детей, прошедших отбор для участия в мировых песнях в этом году. Ну и вообще, я надеюсь, что будут смотреть этот концерт, мой сегодняшний концерт, будут смотреть дети, которые просто любят жанр авторской песни и хотят к нему приобщиться. Много мероприятий придумал фонд Олега Митяева, онлайн-мероприятий для вас, для артековцев, и в том числе сегодняшний концерт. Я вам должна сказать, что он связан еще с одним важным событием. Дело в том, что подготовлен и вышел в свет второй выпуск сборника «Мировые песни» для вот этих самых артековских смен специальных. Большинство песен, которые я сегодня буду петь, из этого сборника. Но должна сразу принести извинения за то, что в спешке, торопясь выпустить этот сборник в сроки. Составители немножечко в каких-то мелочах недосмотрели. Есть в этом сборнике опечатки, какие-то мелкие ошибки. Но я надеюсь, что вы простите нам эти мелочи, эти ошибки. Так бывает, когда торопишься сделать что-то хорошее. Иногда так случается. Ничего страшного в этом нет. поэтому читайте этот сборник, пойте эти песни. Важно, знаете, что еще? Что опечатки опечатками, но иногда эти опечатки даже и не совсем опечатки, потому что авторская песня это такой живой жанр, что многие с ним знакомятся по слуху, первоначально, по слуху. Услышали песенку, кто-то песенку написал, ты эту песенку услышал, потом спел его для своих товарищей, товарищи спели своим друзьям, родным, коллегам, и так песенки разлетаются по свету. Но в процессе вот этого летания песенки могут немножечко видоизменять стихи и мелодию, которую изначально сочинил автор. Кто-то недослышал, кто-то что-то приписал, кто-то спел мелодию чуть-чуть по-другому, кто-то спел какое-то другое, а другое слово вместо того, которое написал автор. Потому что в конце концов эти песни становятся уже народным достоянием, так вот разлетаясь по свету. И чем дальше они от автора, тем больше шансов, что фамилию этого автора могут и не вспомнить те, кто поют уже хором иногда его песни. так что ничего удивительного в том, что у разных песен, у одних и тех же песен есть разные интерпретации с какими-то вариативностями в словах, в мелодиях. И во втором выпуске сборника «Мировые песни» тоже встречаются такие не совсем авторские, а так сказать, народные варианты некоторых песен. Но я вообще меня считали всегда отличницей, но я, конечно, отличницей никогда не была, но, видимо, производила такое впечатление своим внешним обликом. И вот я как отличница была и остаюсь, наверное, прилежным исполнителем. Вот самое подходящее слово. Потому что я стараюсь соблюдать и сверять с авторами по возможности то, что написали именно они. То есть авторские слова, авторскую музыку я стараюсь сохранять в их первозданном виде, даже если я сама пела и подхватывала какие-то народные варианты песен. Поэтому, если в этом концерте вы вдруг обнаружите, что мое исполнение и то, что напечатано в сборнике во втором выпуске сборника «Мировые песни» расходятся между собой, все-таки ориентируйтесь на мое исполнение. Я по-честному спою вам правильные слова и мелодию этих песен так, как они написаны авторами. Это я гарантирую. Ну, а народные варианты все равно будут существовать всегда. И ничего страшного в этом нет. Пусть расцветает сто цветов. Ну, приступим, наверное. Большая часть песен, которые сегодня прозвучают из сборника «Мировые песни», второй выпуск. И начну я с песенки, которая, как и многие из жанра авторской песни, стала знаменитой не благодаря тому, что ее просто написали поэт и композитор, а благодаря тому, что огромное количество людей на протяжении нескольких поколений смотрела и смотрит отечественный фильм «Белое солнце пустыни». Это так называемая одна из кинопесен. Таких песен в бардовском жанре довольно много. И вот это, пожалуй, одна из самых знаменитых. Авторы ее Булата Куджава и Исаак Шварц. Композитор Исаак Шварц, поэт Булата Куджава. Ваше благородие, госпожа разлука, мы с тобой родня давно, вот какая штука, письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви, Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа чужбина, жарко обнимала ты, да только не любила, в ласковые сети постой не лови, не везет мне в смерти, повезет в любви. В ласковые сети постой не лови, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе, а кому иначе, девять граммов сердца, постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви. Девять граммов сердца, постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, Значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ну вот, следующие песенки тоже будут кинопеснями. Вообще, Булат Акуджава в этом смысле, наверное, один из самых везучих авторов, потому что очень многие его песни или песни на его стихи вошли в наш золотой фонд отечественного кино. Вот еще две песенки, они тоже из сборника «Мировые песни». Две песенки из кинофильма «Покровские ворота», Булат Акуджава, «Стихи и музыка». Так, с какой бы начать? А, знаете, начну с той из них, которая мне особенно дорога, потому что Арбат – это такое удивительное место в Москве, которое с моей жизнью связано очень крепко. Я там родилась, на Старом Арбате в Москве, и эта улица в моем сердце так же, как и в сердце Булат Шалча Акуджава. Ты течешь, как река, странное название, и прозрачен асфальт, как в реке вода. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание, Ты и радость моя, и моя беда. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание, Ты и радость моя, и моя беда. Пешеходы твои, люди невеликие, Каблуками стучат, по делам спешат, Ах, Арбат, мой Арбат, ты моя религия, Мостовые твои подо мной лежат, Ах, Арбат, мой Арбат, ты моя религия, Мостовые твои подо мной лежат, От любови твоей вовсе не излечишься. Сорок тысяч других мостовых любят, Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое отечество, Никогда до конца не пройти тебя. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое отечество, Никогда до конца не пройти тебя. Ну вот, и следующая песенка из кинофильма «Покровские ворота» тоже связана с такой Москвой, живописной. Так и называется «Живописцы». Живописцы, окуните ваши кисти В суету дворов Арбатских и в зарю, Чтобы были ваши кисти словно листья, Словно листья, словно листья к ноябрю. Чтобы были ваши кисти словно листья, Словно листья, словно листья к ноябрю, Окуните ваши кисти в голубое По традиции забытой городской. Нарисуйте прилежно и с любовью, Как с любовью мы проходим по Тверской. Мостовая пусть качнется, как очнется, Пусть начнется, что еще не началось. Вырисуйте, вырисуйте, вам зачтется, Что гадать нам удалось, не удалось. Вырисуйте, вырисуйте, вам зачтется, Что гадать нам удалось, не удалось. Вы, как судьи, нарисуйте наши судьбы, Нашу осень, нашу зиму и весну. Ничего, что мы чужие, вырисуйте, Я по тому, что непонятно, объясню. Ничего, что мы чужие, вырисуйте, Я по тому, что непонятно, объясню. Живописцы, окуните ваши кисти В суету дворов арбатских и в зарю, Чтобы были ваши кисти, Словно листья, словно листья, Словно листья к ноябрю. Ну вот, о чем еще хочу вам сказать. Очень много есть теоретиков жанра авторской песни. Эти теоретики постоянно спорят, Откуда есть пошла авторская песня как жанр. Кто-то вообще, кто-то говорит, Что это идет от Вертинского, Кто-то говорит, что это идет еще раньше От Дениса Давыдова из XIX века. Кто-то говорит о веке XVIII и так далее. А кто-то вообще относит корни авторской песни К древней Руси, к баянам, которые... Бояны, бояны. Это певцы, которые... Поэты, певцы, бродячие, которые ходили И слагали песни обо всем том, Что встречали на своем пути. В общем, теорий огромное количество. Но точно, конечно же, никто не знает, Как зародился этот жанр. Родственников у него, безусловно, много. Потому что, когда мы слушаем современную музыку И в рок-культуре улавливаем какие-то Родственные связи с этим жанром. И в фольклоре, и даже в кантри-музыке. И в американской тоже есть что-то такое родное И родственное нашему бардовскому жанру. В общем, музыка... Жанр живой. Поэзия жанр живой. И как это все развивалось, точно сказать никто не может. Но, тем не менее, есть Такое общепризнанное утверждение, Что, как сегодняшний жанр, авторская песня началась С песни, написанной в 1937 году Двумя молодыми людьми. Один был учеником 10 класса, еще школьником. Другой первокурсником. Это Георгий Лепский и Павел Коган. Павел Коган, поэт Павел Коган, погиб, к сожалению, на войне, Великой Отечественной войне. Но в 1937 году Эти два человека, Павел Коган и Георгий Лепский, Сочинили песню, Которую очень многие сейчас признают Родоначальницей сегодняшнего жанра авторской песни. Я, конечно, веду речь о знаменитой Бригантине. Надоело говорить и спорить И любить усталые глаза В флибустьерском дальнем синем море Бригантина подымает паруса Капитан, обветренный, как скалы Вышел в море, не дождавшись дня На прощанье поднимай бокалы Золотого терпкого вина На прощанье поднимай бокалы Золотого терпкого вина Бьем за яростных, за непохожих За презревших грошевый уют Вьется по ветру веселый Роджер Люди флинта песенку поют И в беде, и в радости, и в горе Только чуточку прищурь глаза В флибустьерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса В флибустьерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса Ну, знаете, к этой песенке, говорят, еще дописывали какие-то куплеты И многие считают, что они тоже принадлежат именно этой песне Но, как я уже сказала, существуют так называемые народные варианты То есть, когда люди досочиняют к уже готовым каноническим куплетам Какие-то свои И эти куплеты тоже разлетаются дальше И до многих доходит песня уже вот в таком расширенном, что ли, виде И многие считают, что именно так она и была сочинена Нет, Бригантина сочинена вот в размере этих трех куплетов Можно повторять еще первый куплет Ну, а остальное народное творчество Еще одна история, которая происходит с бардовскими песнями частенько Это то, что иногда песню автора песни Люди, которые не знают, кто сочинил песню Автором песни считают ее первого исполнителя У меня была такая смешная история, на самом деле Когда я, правда, не первый исполнитель Но какие-то песни я пела как первый исполнитель И у меня была смешная история, когда из российского авторского общества Мне прислали бумагу с просьбой приехать и получить авторское вознаграждение За написанные мною песни Я в своей жизни ни одной песни никогда не сочинила Ни стихов, ни мелодий, ничего Просто не умею этого делать Я долго смеялась над этим письмом А потом отправила ответ Подробно расписав, кому, какому автору нужно отправить деньги За какую песню на самом деле Вот так вот случается Парадокс такой Исполнил песню, а кто-то думает, что эту песню ты и написал Наверное, неплохо исполнил Вот такая же история произошла с песней Валерия Миляева Когда ее исполнили Татьяна и Сергей Никитиной И как-то песня прижилась в их исполнении Сам Валерий Миляев был не столь популярен, как этот замечательный, гениальный дуэт чета Никитиных И поэтому в его исполнении песню мало кто знал А учились они вместе с Сергеем Яковлевичем и Татьяной Никитиной в Московском университете На физическом факультете учился По-моему, на физфаке учился, да, Валерий Миляев И песню запомнили Стали, вернее, многие считать Песни Сергея Никитина И так кто-то считает до сих пор На самом деле, песню эту написал Валерий Миляев Запомните это имя И знайте, кто автор этой песни Второго гитариста нет Поэтому я буду петь, так сказать, вот это танго Буду петь Пара-дам, пара-дам Вместо второго гитариста Вот идет по свет человек-чудак Сам себе печально улыбаясь В голове его какой-нибудь пустяк Сердцем видно что-нибудь не так Приходит время С юга птицы прилетают Снеговые горы тают И не до сна приходит время Люди головы теряют И это время Называется весна Та-да-дам, та-да-дам Сколько сердца валидолом не лечи Все равно сплошные перебои Сколько головой о стенку не стучи Нет, помогут лучшие врачи Приходит время С юга птицы прилетают Снеговые горы тают И не до сна приходит время Люди головы теряют И это время Называется весна Та-да-дам, та-да-дам Поезжай в Австралию Поезжай в Австралию без лишних слов Там сейчас как раз в разгаре осень На полгода ты без всяких докторов Снова будешь весел и здоров Приходит время С юга птицы прилетают С юга птицы прилетают Снеговые горы тают И не до сна приходит время С юга птицы прилетают Снеговые горы тают С юга птицы прилетают И не до сна приходит время Люди головы теряют И это время Называется весна Та-да-дам, та-да-дам Ну, вот сейчас хочу Коснуться такой лирической темы И вспомнить один замечательный Они не дуэт, а не такой тандем В авторской песне Юрия Висбера и Ада Якушева Совершенно удивительные авторы У которых есть Прекрасные лирические посвящения Друг другу Безусловно, своим друзьям И вообще нашей жизни И тот, и другой Потрясающие поэты Жизнелюбые Мелодисты Но вот посвящения друг другу У них необыкновенно трогательные И я сейчас хочу вспомнить Песню Юрия Висбера Которую он посвятил Именно Аде Якушевой Своей первой музе Ты у меня одна Высоко очень взяла Спущусь пониже Голоса не всегда хватает Вот хорошо живой концерт Да, делай что хочешь Никто тебя Не освистает Не захлопает Даже если ты ошибся Спасибо вам за понимание Ты у меня одна Словно в ночи луна Словно в степи сосна Словно в году весна Нету другой такой Ни за какой рекой Нету за туманами Дальними странами Вы не провода В сумерках города Вот и взошла звезда Чтобы светить всегда Чтобы гореть в метель Чтобы стелить постель Чтобы качать всю ночь У клыбели дочь Вот поворот какой Делается с рекой Можешь отнять покой Можешь махнуть рукой Можешь отдать долги Можешь любить других Можешь совсем уйти Только свети, свети Только свети, свети Ты у меня одна Ну, наверное, одно из самых моих Любимых посвящений От Ады Якушевой Юрия Висбору Я спою где-то ближе к концу концерта А сейчас вспомню песенку Его, кстати, нету в сборнике А сейчас вспомню песенку Ады Якушевой, которая есть В сборнике мировые песни Выпуск номер два И скажу только Что, вот повторюсь Повторю то, что я уже говорила в начале Есть канонические варианты песен То есть то, как написал автор Как сочинил автор изначально Мелодия, стихи Вот я спою канонические варианты Этой песни Потому что в сборнике Опубликован один из так называемых Народных вариантов То есть там народ досочинил К этой песенке два куплета Кто это сделал Доподлинно неизвестно Но тем не менее Эти куплеты Тоже там опубликованы Чтобы народное творчество Тоже как-то Было представлено Я повторяю Поем сейчас с вами Три куплета Сочиненных автором Адой Якушевой Вечер бродит по лесным дорожкам Ты ведь вроде любишь вечером Подожди, тогда еще немножко Посидим с товарищами у костра Подожди, тогда еще немножко Посидим с товарищами у костра Вслед за песней позовут ребята В неизвестные еще края И тогда над крыльями заката Вспыхнет яркой звездочкой мечта моя И тогда над крыльями заката Вспыхнет яркой звездочкой мечта моя Вижу целый мир в глазах тревожных В этот час на берегу крутом Не смотри, ты так неосторожно Я могу подумать что-нибудь не то Не смотри, ты так неосторожно Я могу подумать что-нибудь не то И первый куплет Вечер бродит по лесным дорожкам Ты ведь вроде любишь вечером Подожди, тогда еще немножко Посидим с товарищами у костра Подожди, тогда еще немножко Посидим с товарищами у костра Ну, Юрий Висборр счастливый человек на самом деле был Потому что у него было огромное количество друзей У него было огромное количество тех, кто любит его песни И поет его песни В этом смысле я считаю, что это безусловно Был человек счастливый Мне кажется, что он и сам так думал Потому что посмотришь на него Такая светлейшая личность Видно просто по человеку и по его песням Что человек очень любит жизнь Человек умеет радоваться жизни Человек любит людей И друзья Юрия Висбора Безусловно, друзья у него были не только просто друзья Которые любили его песни Но и друзья среди тех, кто тоже сочинял стихи, музыку И совместных произведений с этими друзьями у Юрия Висбора Тоже огромное количество Среди наиболее известных его друзей Конечно же, Сергей Никитин и Виктор Берковский Композиторы, которые сочиняли песни на стихи Юрия Висбора Но вот сейчас вспомню песенку К которой приобщился еще один друг Юрия Висбора Дмитрий Сухарев Вернее, получилось так, что Юрия Висбора попросили сочинить песню Сергей Никитин писал музыку А Юрия Висбора попросили Дмитрия Сухарева, вернее, попросили написать стихи К песенке, кинофильму Он написал два куплета и уехал куда-то В биологическую экспедицию Не знаю куда В общем, уехал Дмитрий Сухарев А авторы фильма решили, что мало двух куплетов Уж больно красивая песня Нужен третий куплет Куда деваться, Дмитрия Сухарева нет Музыка Сергеем Никитин написана великолепная Песня прекрасная, куплета не хватает Попросили Юрия Висбора Так родилась на свет С тремя куплетами Песни из кинофильма Москва слезам не верит Которую вы все прекрасно знаете Дмитрий Сухарев, Юрий Висбор Музыка Сергея Никитина Не сразу все устроилось Москва не сразу устроилась Слезам Москва не верила А верила любви Снегами запорожено Листвою заворожено Найдет тепло прохожему А деревцу земли Александра, Александра Этот город наш с тобою Стали мы его судьбою Ты вглядись в его лицо Чтобы не было в начале Утолит он все печали Вот и стало обручальным Нам садовое кольцо Москву грябины красили Дубы стояли князями Но не они, а ясени Без спросу росли Москва не зря надеется Что вся в листву оденется Москва найдет для деревца Хоть краешек земли Александра, Александра Что там бьется перед нами Это ясень с семенами Крутит вальс над мостовой Ясень с видом деревенским Приобщился к вальсам венским Он пробьется, Александра Он надышится Москвой Москва тревог не прятала Москва видала всякое Но беды все и горести Склонялись перед ней Любовь Москвы небыстрая Но верная и чистая Поскольку материнская любовь Любовь других сильней Александра, Александра Что там бьется перед нами Это ясень с семенами Крутит вальс над мостовой Ясень с видом деревенским Ясень с видом деревенским Приобщился к вальсам венским Он пробьется, Александра Он надышится Москвой Александра, Александра Этот город наш с тобою Стали мы его судьбою Ты вглядись в его лицо Что бы ни было в начале Утолит он все печали Вот и стало обручальным Нам садовое кольцо Вот и стало обручальным Нам садовое кольцо Ну вот, знаете, о чем хочу сказать Что я вот была на нескольких Артековских сменах Мировые песни в Артеке И фестивалях, соответственно, Авторской песни Олега Митяева В Артеке Фестиваль Мировые песни в Артеке Который организует фонд Олега Митяева И я заметила такую очень хорошую тенденцию На этих фестивалях В смысле подхода участников К тому, что они поют С чем они идут на эти фестивальные конкурсы Потому что первые фестивали Знаете, наблюдалась такая пестрота В выборе репертуара Потому что ребята еще не очень имели представление Многие из них не очень имели представления О том, что такое вообще Жанр авторской песни Поэтому они там пели И что-то из рока Что-то из фолка Что-то еще Из каких-то сопредельных таких жанров Родственных Этому Но Уже на последнем фестивале Который из состоявшихся В прошлом году, в 2019 Наблюдалась очень хорошая тенденция Выбора такого осознанного Бардовского репертуара Среди тех ребят Которые прошли отбор И потом участвовали уже В фестивальном конкурсе И стали лауреатами Прекрасный уровень исполнительский Тоже должна отметить Очень повысился уровень исполнительский Тех, кто принимает участие В фестивалях мировые песни в Артыке Ну а то, что выбирается Осознанно бардовский репертуар Это приятно Хотя, конечно, бардовский жанр Многолик И Я согласна с теми, кто говорит, что Мировые песни Это все-таки мировые песни И Они могут включать Песни из сопредельных жанров Которые близки Жанру авторской песни Но тем не менее Есть некое Такое классическое ядро, что ли На которое все-таки мы ориентируемся На фестивалях Авторской песни И ребята Проходящий отбор И в этом году в том числе Это уже как-то осознают Мне кажется, что это очень хорошая тенденция В свете того, что Интерес к жанру Не очень большой у средств массовой информации Они как-то нас не любят Мы же тихие А вот Когда дети Начинают петь эти песни Они поют это уже По-своему По-новому И Благодаря тому, что дети Эти песни продолжают петь У песен Есть будущее Песни-то хорошие Потому что в них заложена Настоящая поэзия Они вообще о настоящем О человечном В них заложен Высокий слог Хороший русский язык Да и мелодии прекрасные А создавали эти песни В основном Непрофессиональные Поэты и композиторы Ну, скажем Было время, когда в Москве Соревновались между собой Я еще тогда училась В Московском университете Соревновались между собой Два вуза Московский университет МГУ И Тогда он назывался Ленинский педагогический Институт Ленпед Сокращенно Где учились Будущие педагоги Преподаватели Они Эти два вуза Соревновались между собой По количеству Авторов Пишущих песни Ну В кавычках Соревновались Сергей Никитин Дмитрий Сухарев Александр Суханов Ивашенко Васильев Это все Московский университет Вероника Долина Юлия Ким Вадим Егоров Юрий Висбор Рада Якушева Это московский Педагогический Институт Теперь он уже Университет Правда Правда Многие Из этих Сочинителей И теперь Известных Уже На всю На весь мир Авторов Отработали Честно По своей профессии По своей специальности В частности Юлия Ким Получив Педагогическое Образование Работал На Дальнем Востоке И преподавал Детям Вот В школе Юлия Кима Хочу вспомнить Негаданно Нечаянно Пришла пора Дороги дальней Давай, дружок Отчаливай Канат Отвязывай Причальный Гудит Нордост Не видно звезд Угрюмые небеса И все ж, друзья Не поминайте Лихом Поднимаю Паруса И все ж, друзья Не поминайте Лихом Поднимаю Паруса Фантастика Романтика Наверное В этом виноваты Антарктика Атлантика Зовут Зовут Ребят Ребят Куда-то Гудит Нордост Не видно Звезд Угрюмые Небеса И все ж, друзья Не поминайте Лихом Поднимаю Паруса И все ж, друзья Не поминайте Лихом Поднимаю Паруса Подумай 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 Друг А может быть Не надо В море Торопиться На берегу Спокойней Жить Чего На месте Не сидится Смотри 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 Какой Гудит Прибой Угрюмые Небеса И все ж, друзья Не поминайте Лихом Поднимаю Паруса И все ж, друзья Не поминайте Лихом Поднимаю Паруса Ну вот Вспомнила песенку Юлия Кима Она тоже есть В нашем с вами сборнике Но Знаете еще В связи с чем Юлия Ким Вспоминается Это Сейчас Один из Столпов Что ли Жанра Из классиков Жанра Признанных Классиков Жанра Который Дай бог ему Здоровью Здоровье Пишет до сих пор Великолепные Песни Стихи Либретто Спектаклем И так далее И вот Юлия Ким Признанный Классик Отозвался То есть Вот То, что говорит Юлия Ким Надо к этому Прислушиваться Безусловно Потому что Это классик И то, что он говорит Это Не подлежит Сомнению Мне так кажется Ну, как То, что говорят Наши классики И вот И вот Юлия Ким Сказал Совершенно Удивительные Слова Еще В 1990 Году 20 лет назад А тогда Михаил Которые нынешним, современным детям. Эти песни тоже интересны, потому что блестящий русский язык, которым владеет Михаил Щербаков, ему надо учиться. Сейчас язык теряется, и на таких авторов, как Михаил Щербаков, на их песни, на их поэзию нужно просто молиться. Они хранят наш с вами родной, настоящий, красивый и богатый русский язык. Вспомни одну песенку Михаила Щербакова из сборника «Мировые песни». Оставлю всех, пройду повсюду, пускай ни с чем, но не в долгу себя раздам, тебя забуду, мне все равно, я все могу. А вот душа, она не может, небесный свет в нее пролит, неясный зов ее тревожит, она поет, она болит. И пусть вдали над цепью горной уже взлетел, уже взлетел, мой монумент нерукотворный, я сам себе его воздвиг, а все душа ему не рада не укротить ее никак. Она парит, она парит, и ей не надо ни гор золотых, ни вечных благ. Когда ж беда сомкнет объятья, ничем я ей не возражу. Родимый край пришлет проклятия, в чужих краях ответ сложу. И лишь душа неколебима в грязи чиста, в беде честна, все так же ей горько чужбина и сладок дым отечества. Ну, вот сейчас хочу, наверное, вспомнить некоторые песенки, которые пока еще не вошли в сборник мировые песни, но я очень верю в то, что они войдут в следующие выпуски сборников мировые песни. И вы, ребята, все те, кто смотрит меня сейчас, вам эти песни придутся по душе, и вы будете с удовольствием их петь, потому что в них заключена какая-то мудрость, понятная не только моему поколению и поколению моего сына, но и вам, совсем еще юным, молодым людям, девочкам и мальчикам, которые с этими выбрали этот жанр для себя, потому что он очень осмыслен, потому что он, как сказать, потому что в нем есть умное слово, думающие, думающие, песни для думающих людей, как когда-то этот жанр обозначили некоторые теоретики. Ну вот несколько песен в заключении нашего сегодняшнего концерта, из тех, которые мне бы хотелось, чтобы попали в следующий сборник мировые песни. Я, кстати, также надеюсь, что, может быть, кто-то из тех, кто будет проходить последующие отборы в фонде Олега Митяева для участия в артековских сменах мировые песни в артеке, выберет одну из этих песен в свой репертуар и, может быть, споет ее на нашем конкурсе. Михаил Щербаков. Песенка, у которой есть такая забавная история, со мной она произошла. Я как-то на концерте получила записку с просьбой спеть что-нибудь на удачу. Дословно было написано «Спойте что-нибудь на удачу, у меня завтра экзамен по алгебре». И я решила, что вот песенка Михаила Щербакова, которую я знаю, пожалуй, подойдет к этому случаю. Я ее спела, на следующий концерт пришла записка, написанная той же рукой «Спасибо за песню Щербакова, Трубач, она называется Трубач, экзамен по алгебре сдала она отлично, меня единственную, кого не спросили. Спойте Трубача, у меня завтра физика». Так я поняла, что песня действительно принесла человеку удачу. И стала петь ее во многих концертах с пожеланием удачи и успеха во всех начинаниях. Ну, на самом деле, это только одна маленькая деталька, относящаяся к этой песне. А так это глубокий философский трактат на все времена. Такой диалог оптимиста и пессимиста. Песня называется «Трубач». Михаил Щербаков. Ах, ну почему наши дела так унылые? Как вольно дышать мы бы с тобою могли, но где-то опять некие грозные силы бьют и бьют по небесам из артиллерии земли. Да, может и так, но торопиться не надо, что ни говори, небо не ранишь мечом. Как ни голосит, как ни реветка на надо, тут сколько ни бей, все небесам нипочем. Ах, я бы не клял этот удел окаянный, но ты посмотри, как выезжает на плац. Он наш командир, наш генерал безымянный, ах, этот палач, этот подлец и паяц. Брось, он ни хулы, ни похвалы недостоин, да, он на коне, только не стоит спешить. Он не Бонапарт, он даже вовсе не воин, он лишь человек, что же он волен решить. Но вот и опять слез наших ветер не вытер, мы побеждены, мой одинокий трубач. Ты ж невозмутим, ты горделив, как Юпитер, что тешит тебя в этом дыму неудач. Я здесь никакой неудачи не вижу, будь хоть трубачом, хоть Бонапартом завись. Я ни от чего, ни от кого не завишу, стань, делай, как я, ни от чего не завись. И что бы ни плёл, куда бы ни вёл его, да, жди, сколько воды, сколько беды утечёт. Знай, всё победят, только лишь честь и свобода, да, только они, всё остальное не в счёт. Да, только они, всё остальное не в счёт. Ну вот, очень трудно петь, на самом деле, сидя. Я настолько не привыкла к этому. Я всегда на концертах стою перед микрофоном и пою стоя, у меня как-то всё это легко и свободно получается. Сегодня труднее, но тем не менее. Ещё одна песня, мечта моя, чтобы эта песня вошла в сборник «Мировые песни» в следующий, в один из следующих выпусков, написал её Александр Дольский. Эта песенка, на самом деле, из моего пионерского детства. Я отдыхала под Сочи, в пионерском лагере «Мамайка». Это были счастливейшие дни моего детства, отдых в этом пионерском лагере. И вот несколько песенок запомнились мне именно с тех времён. А сейчас я сверила свой народный вариант со словами, которые, на самом деле, написал поэт и композитор Александр Дольский и пою правильный вариант этой песни. Александр Дольский. Мне звезда упала на ладошку, Я её спросил, откуда ты? Дайте мне передохнуть немножко, Я с такой летела высоты, А потом добавила, сверкая, Словно колокольчик прозвенел. Не смотрите, что не великая, Может быть, великий мой удел. Вам необходимо только вспомнить, Что для вас важней всего на свете. Я могу желание исполнить, Путь не близкий, завершая этим. Знаю я, что мне необходимо, Мне не нужно долго вспоминать, Я хочу любить и быть любимым, И хочу, чтоб не болела мать, Чтоб на нашей горестной планете Только звёзды падали с небес, Были все доверчивы, как дети, И любили дождь, цветы и лес. Чтоб траву косой, как встарь, косили, Каждый день летали б до луны, Чтобы женщин на руках носили, Не было болезни и войны. Чтобы дружба не была обузой, Чтобы верность в тягость не была, Чтобы старость не тяжёлым грузом Мудростью бы на сердце легла, Чтобы у костра, пропахнув дымом, Эту песню тихо напевать. А ещё хочу я быть любимым, И хочу, чтоб не болела мать, Говорил я долго, но напрасно, Долго, слишком долго говорил, Не ответив мне, звезда погасла, Было у неё немного сил. Ну и вот ещё одна песенка, Которую тоже из моего пионерского детства, Из моего пионерского лагеря. Мы тогда не знали автора этой песни, Приписывали авторство и Юрию Висбору, И Александру Городницкому, кому угодно. Но только уже в достаточно солидном возрасте Я познакомилась с настоящим автором этой песни. Разлетелась она по свету. Автор потерялся, имя его потерялось. А нашёлся этот автор лет десять назад в Америке. Жил он там уже последние годы своей жизни, Сейчас его, к сожалению, нет. И звали его Наум Лисица. Именно он сочинил песенку, Которая, я думаю, подойдёт и к тем, Кто любит отдыхать в Артеке, И в смену мировые песни в Артеке, И в другие смены. Вот вам в подарок песенка От Наума Лисицы. Вальс в ритме дождя. Солнце не будет, жди, не жди, Третью неделю льют дожди, Третью неделю наш маршрут С доброй погодой врозь. Словно из мелких-мелких сит, Третью неделю моросит, Чтоб не погас у нас костёр веток подбрось. В мокрых палатках спят друзья, Только дежурным спать нельзя. Сосны качаются во тьме, Словно орган гудя. А у костра не сесть, не лечь, Как не устанет дождик сечь, Слушай, давай станцуем вальс В ритме дождя. А у костра не сесть, не лечь, Как не устанет дождик сечь, Слушай, давай станцуем вальс В ритме дождя. В небе не виден солнца свет В небе просветов больше нет А под ногами не паркет А в основном вода Но согревает нынче нас Этот смешной и странный вальс И вопреки всему горит наша звезда Но согревает нынче нас Этот смешной и странный вальс И вопреки всему горит наша звезда Ну, так вот неумолимо бежит время И близится к концу мой сегодняшний онлайн-концерт Мировые песни в Артеке Фестиваль и смена, придуманная фондом Олега Митяева Им сегодня посвящен этот онлайн-концерт Я повторюсь Потому что в этом году не встретимся мы с вами Не встретились мы с вами в Артеке Будем встречаться только, дай бог, на будущий год А мировые песни Название замечательное Потому что сейчас как раз прозвучала одна из мировых песен Только смысл очень широкий у этого слова Мировые Мировые в смысле вот такие, мировые, очень хорошие Мировые в смысле те, которые сочиняют на разных языках мира Мировые в смысле того, что авторы этих песен Живут во всем мире, а не только в нашей стране Вот Наум Лисица Жил в Америке последние годы своей жизни Сочинял здесь А есть прекрасные авторы, чьи песни мне хочется, чтобы вы тоже знали Живут они в разных городах и странах Но пишут они чудесные песни из жанра под названием авторская песня Еще одна песенка такого автора из Израиля Александра Дова Не верьте никому Ничьим слезам не верьте Ничьим словам не верьте Ни славе, ни хуле Один и тот же лих У жизни и у смерти В любые времена И на любой земле Есть только высший суд И только личный опыт Натруженные стопы Морщины на челе Надежд или молитв Срывающийся шепот В любые времена И на любой земле Надежд или молитв Срывающийся шепот В любые времена И на любой земле От перемен и мест Меняются пейзажи Занятия и даже Продукты на столе Но близкие мои Любимы мной все так же В любые времена И на любой земле В любые времена И на любой земле Что в сутоке Москвы Что в буйстве Тель-Авива Судьба неторопливо Качает на крыле И значит можно жить И можно быть счастливым В любые времена И на любой земле В любые времена И на любой земле В любые времена И на любой земле В любые времена В любые времена И на любой земле Ну вот, друзья мои Все завершается В завершении Вспомню еще одну песенку Из сборника Мировые песни Выпуск номер два Песенку Булата Акуджавы Называется она Посвящение друзьям Я верю в то, что Все, кто сейчас меня смотрят Это мои друзья Потому что те, кто Связан между собой С помощью песен С помощью авторских песен Да просто с помощью Хороших песен Связанные этими песнями Как одной ниточкой Мне кажется, что Эти люди между собой Обязательно дружны Поэтому, дорогие друзья Посвящение друзьям От Булата Акуджавы Сегодня посвящается Каждому из вас До новых встреч Давайте Восклицать Друг другу Восхищаться Высокопарных слов Не надо Опасаться Давайте Говорить Друг другу Комплименты Ведь это Все любви Счастливые Моменты Давайте Горевать И Плакать Откровенно То Вместе То Побрось А то Попеременно Не Будем Предавать Значения Злословью Поскольку Грусть Всегда Соседствует С любовью Давайте Давайте Понимать Друг друга С полуслова Чтобы Ошибившись Раз Не Ошибиться Снова Давайте Жить Во всем Друг другу Потакая Тем более Что жизнь Короткая Такая Долгих вам счастливых лет жизни!